Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре маховое удилище от компании Alvega, называется Team Alvega. Серия включает в себя три модели разной длины, это 6, 7 и 8 метров. Сегодня семерок у меня не будет, самых популярных их все разобрали, не успел я снять быстро, все разлетелось. Но, тем не менее, на этих двух удилищах, на двух длинных, вы прекрасно поймете, что из себя представляет, будет представлять семерка. Значит, давайте начнем. Бланк удилища выполнен из карбона, модульность порядка, я думаю, в районе 36 тонн. Пробочка вот такая вот интересная, которая, в общем-то, мне нравится, неопреновая пробка, которая не потеряется, не утонет. Хлыстик привитой во всех длинах, коннектор 0,65, я рекомендую брать коннектор от фирмы Stonefire, модель Elite, который у нас есть. Почему? Потому что он у вас прослужит очень долго, он не рассыхается со временем от солнца на жаре, и будет служить, как я сказал, не один год. Потому что другие коннекторы, по собственному опыту, я говорю, многие, да, после зимы открываешь удочку, а он разлетелся просто в пыль. Значит, сами колена пронумерованы по типу Shimano. Кто с этим сталкивался, так же, в общем-то, и здесь. То есть, такой шилдик на комлевом колене, ну и, соответственно, каждое колено тоже имеет свой номер. Что, в общем-то, говорит о качестве, действительно, на хорошем отношении, правильном отношении проектировщиков к этой модели. Значит, дальше пробка вкручивается, торцевая, внутренняя резьба. И дальше вот такой нюансик здесь есть. Дополнительная еще прокладка стоит, неопреновая. Колено усилены. Ну и давайте тогда взвешиваем их. Значит, вес шестерки. 215 грамм. И восьмерка. 380 грамм. Ну, тяжеловат, конечно, восьмерочка, но, тем не менее. Значит, по диаметру, как многие просят, вместе хватомерю. Восьмерка 28 и шестерка 25. Ну, соответственно, вы примерно понимаете, что семерка, она посередине. Транспортная длина одинаковая у всех. 135 сантиметров. Давайте раскладывать. Ну вот, разложили. Значит, первую берем шестерочку. Смотрите, трясу на камеру. Ну, не клюет она носом совсем. Просто прямая абсолютно линия. В руках лежит уверенно. Не скажу, что прям сверхлегко. Нет, не могу сказать, что прям сверхлегко. Но уверенно. То есть, создается вот ощущение уверенности в удилище, что, скажем так, и карпика она может поднять, и каратика можно на нее половить, и платвичку. Притом, конусность достаточно приличная, скажем так. Ну, то есть, я вот ощущаю, что средние колена и верхние колена, они малые по диаметру. Это плюс большой в том, что, если вы будете в руках ее держать, боковой ветер, будет лучше удочка на боковом ветру себя вести, ее не будет смещать, соответственно, не будет усилий лишнего применять, пока ее держите. Ну, соответственно, все то же самое на замахе. Пробивать ветер гораздо легче, более тонкой снастью, тонкими диаметрами, сопротивление воздуха меньше, поэтому для вас это будет удобней. Ну, вот построю, я вам показываю. Давайте под нагрузкой теперь посмотрим. Многие спрашивают про тест, скажем так, от грамма. Грамм полтора она уже бросает, поплавочек совершенно легко, свободно. Вот, и до, скажем так, какой, да, высоты 12-15 грамм совершенно спокойно она бросит поплавок. Да, честно говоря, и 20 бросят просто зачем. Но, тем не менее, на течении я считаю, что больше 15 грамм ставить сюда не надо. То есть, обычно это 5-6-8 грамм, но 10 в самом крайнем случае. Смотрите, я делаю под нагрузкой, да, нагружаем ее. По распределению, видите, все-таки мордочка работает гораздо больше, чем средняя часть. И ощущение у меня недаром складывалось о том, что все-таки мощность такая, очень мощная палка, именно ближе, вот середины, ближе к омлю. Дальше идем восьмерка. Ну, по восьмерке все то же самое. По весу. Ну, вот я ее в руках держу. Так сказать, что она шлангует. Ну, не могу сказать, что очень прям шлангует. Строй средний. Средний у шестерки средний-быстрый, здесь все-таки средний. Ну, наверное, ближе к среднебыстрому. Но мне не нравится, конечно, баланс и вес. То есть, все-таки удочка немножко клюет носом. И держать ее в руках, допустим, полдня, да, там, 4 часа даже, тяжело. Тяжело, удовольствия большого не будет. Поэтому, смотрите, если только со стоечек ловить, да, это легко. Давайте нагружаем. Ну, смотрите, строй точно из такой же. Многим нравится, видите, бланк 2 третьих. Это жесткий бланк, а дальше идет достаточно мягенькая часть. Вот. От этой мягенькой части есть два момента в этой мягкой части. Вот когда я ей ловил, да, этим удилищем на течении. То есть, она очень хорошо амортизирует рывки рыбы. Это плюс. Она хорошо бросает легкие оснастки. Это второй плюс. То есть, вот я, например, восьмеркой ловил, бросал 2 грамма поповок. Она действительно бросает. Другое дело, что не очень удобно ей бросать, потому что она все-таки тяжеленькая. Но она бросает. Но минус тот, что вот конкретно эта моделька, когда я ставил 12 грамм на восьмерку, с учетом, естественно, уже и глубины и так далее, вот 12-граммовый поповок она уже на грани держала. То есть, вот эта мордочка выгибалась, да, когда жесткую придержку делала. И она держала на грани. Поэтому, скажем так, эта палка востребована для карпово-карасевых рыбалок, для рыбалок со стоек, да, где нужна действительно мощная силовая удочка. Достаточно хорошо, качественно сделанная. Друзья, ну вот вы посмотрели, я думаю, имеете уже представление о семерке тоже, которых, к сожалению, не было на обзоре, но люди просят снять хотя бы на 6,8, поэтому я так и сделал. Значит, чехольчик приятный, бархатный такой материал. Прошит зеленым, как вы видите, кантик, то есть, он внутри и синтетического материала, то есть, если сверху намок, то внутрь вода не пройдет, соответственно, впитать какие-то запахи, слизь он сможет только во внешнюю сторону. Ну, как бы, кому это вообще нужно? Да, должен сказать обязательно о том, что мы предоставляем две запчасти в год совершенно бесплатно в период проведения акции на удилище. Купленные у нас необходимые условия для этого – это подписка на социальные сети ВКонтакте, Телеграм-канал и Ютьюб, и желательно это Инстаграм, Рутьюб и Фейсбук. Второй момент – это бессрочная гарантия на заводской брак, на купленные у нас удилища, сколько бы времени ни прошло. И третий момент – это бессрочная гарантия на место ремонта, если вы ремонтируете какое-то удилище у нас. Мы по минимуму берем стоимость за ремонт, хотя сервис-центр у нас уже известен во всей России, шлют со всей России, более 20 лет он существует. Мастер тоже один и тот же работает более 20 лет. Поэтому, кто хочет что-то отремонтировать, пожалуйста, точно так же вас ждем. Ну и, соответственно, подписывайтесь, пожалуйста, на канал Ютьюб. Если вы хотите мне сказать спасибо, подпишитесь. Если хотите сказать много спасибо, подпишитесь на Телеграм-канал и ВКонтакте. Мне это будет очень приятно, а вы от этого получите бесплатные запасные части в период проведения акции. Такие акции мы уже провели на Мейджоркрафт, Зетрикс, на эти фирмы, на Лаки Джон, на Сальма, на Фидер Концепт и так далее. Поэтому в планах еще провести акции. Ну, когда-то, понятное дело, рано или поздно это закончить, но, тем не менее, это вот есть сейчас на данный момент. Поэтому всего вам доброго, до новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...